Если вы потерялись, не знаете, в какую сторону сейчас идти, в какой сфере своей жизни отдать приоритет и чем на самом деле вам стоит сейчас заниматься, а от чего отказаться, этот расклад поможет вам разобраться. Очень глубокая, хорошая схема помогает нести ясность, успокоиться, вот, успокоиться реально, да, подумать и понять, вот как вам сейчас необходимо выстроить правильные приоритеты в ваших действиях. Первая позиция — главный урок, который вы сейчас проходите в своей жизни. Вторая позиция — какая сфера в вашей жизни сейчас требует активного участия больше всего, на чём вам надо сконцентрироваться. А вот третья позиция покажет, какую сферу можно пока отложить и активную сейчас не трогать, не дёргать и можно вообще, честно говоря, забить. Она сама как-то там вот решится. Четвёртая позиция — что вас питает вот в этой текущей ситуации, что ваша ресурсная сфера, что вам помогает, где вы можете вот расслабиться, отдохнуть, что у вас ресурсит. Пятая позиция — вот что вас вам берет, какая сфера забирает ваши силы и энергию. То есть полезно знать, да, что вас отжирает, вашу жизненную силу. Шестая позиция — в чём вам везёт, что идёт легко, есть удача. А вот седьмая позиция покажет, что вызывает сложности и проблемы. Восьмая позиция — совет вам на сферу любви и отношений. То есть смотрите, вот эти следующие позиции — 8, 9, 10. По предыдущим позициям не совсем поняли, что и как, хочется внести ясность. Вот эти карты 8, 9 и 10, они внесут окончательные коррективы. И вот по картам, которые здесь выпадут, вы точно уже будете знать, какая сфера для вас актуальная, вот по этим советам, которые здесь выйдут, а где можно вот расслабиться, да, и оно само там как-то будет идти. Девятая позиция — совет на сферу финансов и карьеры. Десятая позиция — совет на сферу здоровья. То есть анализируя, вот сделав предварительную часть расклада, и потом добавив 8, 9, 10 позиции, вы уж точно будете знать, где у вас актуально, где звенит, где триггерит, а где, ну, так более-менее нормально или вообще хорошо может быть, почему нет. Одиннадцатая позиция — к чему вы придёте через год, если не прислушаетесь к советам расклада. Вы, конечно, можете задать и другие периоды времени, но на такие глобальные ситуации, вот жизненные серьёзные периоды, всё-таки сдавать там минимум полгода, год, да, потому что некоторым ситуациям необходимо время раскручаться. Денадцатая позиция — и к чему вы придёте через год, либо, если хотите, задавайте, конечно, другой период, но я вам советую брать год. Если прислушаетесь к советам расклада, да, если вы будете зайчиками хорошими, если всё сделаете так, как вам советуют Таро, ваши высшие силы, которые с вами разговаривают, вас слышат, вам дают совет, то вы придёте к таким результатам. Если вы владеете Таро, можете сделать этот расклад самостоятельно, либо вы приходите ко мне на расклад, я вам его сделаю, ответ будет в течение одного-двух дней после оплаты, и вот очень-очень интересные озарения, я вам обещаю, вас будут, когда вы увидите разницу, когда вы увидите, что будет, если вы не прислушаетесь к советам расклада, и что будет, если прислушать. Потому что через Таро, через мантику, через предсказательные системы с нами общается наше Высшее Я. Вот ваши высшие силы, которые вам помогают, подсказывают, ведут, и стараются вам дать советы, когда вы хотите это услышать, когда вы готовы принять эту важную информацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok